Состоялся день, который четырех ведьм, Квадру Балвичи, и чем же он завершился? Я в предыдущем видео рассказывал, что я ожидал, что готовится день этот самый страшный, когда истекают одновременно и несколько фьючерсов, и несколько опционов. В это время наблюдаются очень сильные движения. И накануне этого дня я рассказывал, какую стратегию я подготовил. Но стратегия была такая, что вряд ли все вырастет, но если вырастет, то ничего страшного у меня не происходило. А если упадет, то, ну как бы я захеджировал, то у меня должна быть достаточно большая прибыль. И я ожидал некоего падения. Что же случилось на самом деле? На самом деле ведьмы постарались очень здорово, и они постарались заранее. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Но ведьмин день получился очень интересный день. Четырех ведьм. Там масса событий всего было. Но было нечто странное. То есть ведьмы постарались на славу. А они постарались раньше времени. То есть все самое страшное произошло именно в среду, накануне. 17 число. Смотрите. 17 число. 17 марта. День 18 марта. День истечения всех опционов. И 18 марта должно было состояться заседание ЦБ и объявление новой ключевой ставки. Но 17 марта вдруг ни с того ни с сего начинает валиться нефть. И нефть падает. Посмотрите как. Ну то есть вот сейчас вы видите на графике, как начала падать нефть. Это было очень-очень интенсивно. Так она редко падает. Сразу на... Она свалилась с 67 долларов до 62 долларов за баррель. То есть на 5 долларов сразу. Это очень сильное движение. Я искал причины, если честно. Этому я просто не мог найти причину. Ну что же случилось? Ну вроде бы ничего. Но кроме того, что Институт нефти в Америке дает данные. Ну чтобы так вот серьезно. Обычно на его данные такой сильной реакции не бывает. И что я могу сказать? Я искал причины как бы. И было написано так. Вот MarketViz например, да? Ну типа нефть упала. Она утонула. Все. Почему упала нефть? Никаких объяснений разумных не было. Но при этом, когда нефть пошла валиться, я еще больше усилил позиции на падение индекса РТС. Потому что у нас естественно основной приток долларов в Россию это нефть. И поэтому индекс РТС закономерно должен был упасть. Давайте посмотрим, что произошло с индексом РТС. Ну вот 17 число он пошел валиться. Вот оно 17 число. И прямо с утра он начал падать. Я, в общем-то, радовался. Я усилил позиции, как я уже сказал. И просто наблюдал. И у меня в начале дня было там что-то там минус 15 тысяч. Ну как бы вариационная моржа. Потому что было заложено все так. Вот. И начинает уменьшаться, уменьшаться вот это вот убытки. Потом начинает расти прибыль. Прибыль растет сначала там 5-10. Я радуюсь, значит, потом 20. И прибыль выросла 30 тысяч была. И 40 тысяч была прибыль по позициям. И я начал менять свою стратегию. То есть, та стратегия, которую вы видели в прошлом видео. Я говорил, что я ее буду менять кардинально, конечно же. И я ее начал менять, когда индекс упал совсем-совсем низко. Если вы посмотрите предыдущее видео, то вы заметите, что график изменился буквально на противоположный. То есть, у меня стратегия изменилась полностью. И я стал фиксировать прибыль просто. У меня была дельта отрицательная. И, ну, как-то достаточно быстро она стала положительной. Что я сделал? Ну, во-первых, я продавал опционный пут. Ну и покупал опционный кол. У меня сначала были, ну, практически опционы пут куплены. Я их очень быстро и много продавал. Фиксировал тем самым прибыль по опционам пут. Вот. Ну, короче говоря, прибыль я зафиксировал на уровне неплохом. У меня за день получилась прибыль что-то там, ну, в районе 40 тысяч рублей плюс. Вот. И сейчас вы видите, какая у меня стратегия. То есть, сейчас, если продолжится падение индекса РТС, я ничуть не исключаю этого, то, в общем-то, у меня добавится еще к тому, что есть еще 8 тысяч. Вот. То есть, я полочку вот эту поднял. И если индекс вырастет до, при текущей стратегии, если индекс вырастет до 155, то я тоже буду в прибыли. Ну, вот, которую я зафиксировал на самом деле. Следующая неделя будет тоже, может быть, интересная. Дело в том, что Байден пообещал санкции, во-первых. А во-вторых, произошло еще одно событие у нас. Набиулина подняла, неожиданно для меня на самом деле, ставку ЦБ. Ну, накануне ставку ЦБ подняла Бразилия и Турция. И я ожидал, что, в общем-то, у нас ставка останется неизменной, потому что, ну, я не вижу бешеного роста экономики. Я считаю, что инфляция еще не такая большая, как могла бы быть, для того, чтобы экономика начала бурно расти. Но я думаю, что у Набиулина и другие сведения. И я подозреваю, что это связано с предстоящим посланием президента Федеральному собранию. Я жду от этого послания, что Путин начнет раздавать деньги достаточно серьезно. И для того, чтобы упредить вот этот скачок инфляции, я думаю, что Набиулина, ну, как бы, ЦБ решил поднять ставку на 0,25%. Это не так много. После решения Набиулина и ЦБ, в общем-то сказать, после решения ЦБ о поднятии ставки с рублем ничего ровным счетом не произошло. То есть, либо утечки были, и все было заранее известно, либо не знаю. Но, тем не менее, что произошло, то произошло. Индекс РТС сейчас находится внизу. И потихонечку, ну, как бы он консолидировался. Движения могут быть любые, и вниз, и вверх по-прежнему. Ну, движение вниз индекса РТС – это санкции Байдена. Движение вверх – это, конечно же, укрепление рубля. Движение вверх рубля – это обусловлено повышением ставки ЦБ. То есть, рубль дорожает у нас, и доллар не должен при этом дорожать. То есть, индекс РТС может повыситься. Вот такие разносторонние факторы. И что же у меня? Ну, а у меня стратегия уже заряжена полностью. Если вы посмотрите вот сейчас на мой график, то получается, что у меня процент использования ГО – 115. Он таким сделался после того, как наступила пятница, после пятницы. В пятницу я был в пути, поэтому расставил все заявки. Но часть из них сработала, часть – нет. Большая часть не сработала. И в пятницу просто сдвигают этот, наверное, параметр. Потому что внезапно, я смотрю, у меня процент использования ГО – 115. Свободный – минус 39 тысяч. То есть, здесь у меня очень-очень сильно ограничено пространство для действий. И я думаю, что, в общем-то, а зачем мне что-то делать? Потому что у меня планочка очень широкая. Я зафиксировал прибыль. И пока я вчера просто пытался, вчера была пятница, думаю, что-то скорректировать. А потом подумал, а зачем? И решил все это оставить до понедельника. Но сейчас я в Нижнем Новгороде. В понедельник я уже окажусь дома. Я в воскресенье поздно вечером приеду. Ну, а на сегодня все, пожалуй. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.